Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Сегодня мы продолжаем с вами рисовать щеглов на подсолнухах. В первой части этого мастер-класса я показывала, как я создаю композицию и наношу маскирующую жидкость. Кто еще не увидел первую часть этого мастер-класса, обязательно посмотрите ее. Я оставлю ссылку в описании к видео. А в этой части я вам покажу процесс работы с акварелью. В фильме звучит музыка, которую подарил мне на день рождения мой муж. Я не смачиваю лист полностью водой. Смачиваю только какие-то участки и фрагментарно работаю, плавляя постепенно разные цвета. Где-то по-сухому, где-то лисировками. Тон при высыхании чуть проседает. Поэтому заведомо нужно брать больше пигмента на кисть. Чуть меньше воды. Но все зависит от вашей бумаги, на которой вы работаете в акварель. Акварель. Любая бумага требует к себе определенного подхода. Что на одной бумаге хорошо, на другой может вовсе не сложиться. Я люблю работать на разной бумаге разных производителей. У меня нет предпочтений. Мне нравится сам процесс рисования. У именитых художников-аквалеристов есть любимые бренды бумаги. Они знают, что хотят получить в процессе рисования. От той бумаги, к которой они привыкли. Мне же больше интересен эффект неожиданности, что преподнесет мне данная бумага, которую я взяла для работы. Это и есть творческий процесс. По ходу работы ты меняешь свои решения. Происходят мыслительные процессы. И в то же время ты получаешь некое удовлетворение от того, что ты преодолел какие-то трудности. В первой части видео вы услышали мой рассказ о щеглах. Сегодня мы его с вами продолжим. Оказывается, коноплянки, зеленушки, огненный чиж тоже относятся к разновидностям пернатых этого рода. Откуда же пошло такое название щегол? От латинского слова «кардуэллис», которое созвучно названию чертополоха «кардуус». Семена этого колючего растения являются любимой едой щеглов. Ну и щегол – это красавчик. Его назвали так из-за его яркой окраски. Щеглы очень любопытные, любознательные птицы. Гнездо строит только самка. Самец же в это время поет ей песни. Иногда в строительстве гнезда щеглов участвуют пауки. Паутина является гидроизоляцией и ветрозащитой. Щеглы очень чистоплотные птицы. Они убираются в своем гнезде. Не терпят в нем помета птенцов. Пауки же, когда выводят потомство, являются отличной пищей для птенцов-щеглов. Щегол может воспроизводить около 20 песен. Он, подобно попугаю, воспроизводит звуки, которые слышит. Это очень интересно. Щегол – свободолюбивая птица. Любит жить на открытых пространствах, где есть достаточно корма. Любит семена конского щавеля, чертополоха, репейника. Также может питаться семенами шишек. Отлов щеглов для содержания в клетках запрещен законодательством. И я очень рада этому. Частые щеглы селятся рядом с человеком и являются отличными помощниками в саду, избавляя растения от вредителей, от личинок и гусениц, которыми щеглы кормят свое потомство. Взрослые же особи крайне редко употребляют в пищу насекомых. Способствуют уменьшению распространения сорняков в саду. Щеглы в основном ведут оседлый образ жизни на определенной территории, которую они ревностно защищают от других мелких птах и могут вступать с ними даже в бои. Я чутко представляю себе, что у меня самая темная в композиции. Например, этот подсолнук у меня находится в тени и он более темный. Бумага все равно вытянет тон, выполняя заливки, я вплавляю в более темные цветовые пигменты, оставляя свет натронутым. Конечно, на белом фоне это смотрится более контрастно. Не забываем о том, что впереди нас ждет еще работа с фоном. Старайтесь делать зеленые цвета более разнообразными. На этом листочке я приписываю вначале свет, затем леплю форму при помощи тени и полутонов. Добавляю плотность и тон в листья подсолнуков. Субтитры создавал DimaTorzok Я намеренно не вырисовываю листья на переднем тване, а делаю их более размытыми, чтобы внимание зрителя было направлено в центр композиции по заданному мною движению подсолнуху на переднем плане. Вначале я прописала подсолнухи, и потом приступила к главным героям нашей композиции щеглам. Сейчас я прокладываю средние тона цветов на птицах и приступаю к фону. Субтитры создавал DimaTorzok Птенцы щеглов имеют менее выраженный окрас, чем взрослые особи. У щеглов очень много врагов. Это и хищные птицы, которые могут схватить яркую птичку даже в полете. Это лесные звери, такие как и лисы, белки. Хорьки и ласки могут подстеречь птиц на земле. Но схватить птицу им не всегда удается, так как щеглы стайные птицы и быстро предупреждают своих сородичей об опасности. А также щеглы очень подвижные и молниеносные. Белки, хорьки, вороны могут разорять гнезда щеглов, если птенчики остались без присмотра. А белки очень любят полакомиться яйцами в гнезде. Врагом может оказаться кошка и даже человек. Люди часто хотят поймать этих красивых певчих птиц. Но содержать их в домашних условиях очень трудно, чтобы птица не погибла. Поэтому в ряде стран и запрещен отлов этих птиц на законодательном уровне. Оперение по окрасу птенцов отличается от оперения взрослой птицы. А окрас птенцов менее яркий, что оберегает их от хищников. Так как работа у меня формата А3, я решила вначале уделить больше внимания главным персонажам композиции и только потом заняться проработкой фона. Подсолнухи с щеглами находятся перед сарайчиком. Но хоть сарай и должен быть плотнее по тону, я решила этого не делать и сделать фон более легким, чтобы не перегружать его и чтобы главные персонажи моей композиции хорошо смотрелись на легком фоне. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как я практически закончила работу и она у меня подсохла, я начинаю осторожно счищать пластиковой картой маскирующую жидкость. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно доработать чуть в тоне, пригасить белые фрагменты бумаги, оставленные после маскирующей жидкости. Проходимся по всей композиции, дорабатывая мелкие детали. Работа просухла и нужно снять малярный скотч. Он хорошо снимается с поверхности этой бумаги, не повреждая ее. Ну как вам моя композиция с подсолнухами и щеглами? Надеюсь, в будущем повторить эту работу в большем формате, возможно, для выставки. Я надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на творческую студию Елены Тюриной, чтобы не пропустить новые интересные публикации. А я вам желаю творческих успехов и прекрасного настроения. До встречи, друзья!